Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодняшняя недельная глава называется Шмот. И мы видим, что происходит с нами в Египте. Написано, что мы будем 400 лет угнетаемы чужой стране. Мы понимаем, что это Египет. И Всевышний уменьшил наши страдания. Не просто так, но заслуги наших прадцов, нашего прадца Ицхака, нашего прадца Якова, Иосифа и 12 колен Израиля уменьшили наши страдания. И вместо 400 лет в рабстве были 116 лет. И написано, что увидел Всесильный и узнал Всесильный. Что с нами делают египтяне. Сначала было так. Нас заставляли очень тяжело работать. Кто-то страдает, кто-то погибает. Всесильный не открывается. Не спасает нас. Как бы не вмешивается в это. Дошло до того, что египтяне начали убивать детей. Просто убивает детей. Всевышний тоже не открывается. Казалось бы, такое страдание терпит народ. Проходит время. И уже Машея с Агароном приходят к фараону. И говорят ему, отпусти народ мой. У нас праздник. Отпусти нас на три дня в пустыню. Будем служить Богу Всесильному нашему. Фараон принимает решение. Что мы еще должны больше страдать. Он говорит, вы лентяи. Поэтому говорите. Пойдем служить Всесильному. Фараон не признает Бога. И еще ставит нас в более невыносимые условия. И мы еще больше страдаем. Во Всесильный говорит, что я знаю, что фараон вас не отпустит. Дабы мне провести в его среде казни. Для чего нужны эти казни? Для того, чтобы еврейский народ понял, кто их Бог. В первую очередь. Когда мы видим, что происходит. Что это явные чудеса. Мы начинаем сознавать, кто наш Бог. Раби Аврагами Бенезра Балсовенной памяти. Говорит, что увидел Всесильный. Он увидел открытые издевательства египтян. И скрытые. Это он увидел. Раши говорит в Освенной памяти. Он говорит, что он скрывает свое лицо Всесильный. Сначала он скрывает свое лицо. И он здесь не виден. До тех пор, пока действительно мы не возопили всем народом от страданий. И тогда Всесильный нам начинает потихоньку помогать. Рохи Хескель говорит, что мы не заслужили этого избавления. Просто не заслужили. Тем, что мы начали подражать египтянам. И начали вести себя по-египетски. И не захотели мы служить так, как нас учили наши праотцы. Как Йосев. И даже когда 12 коренных Израилей еще были живы. Мы жили так, как Всевышний просил по Торе. Но теперь, когда мы просто распустились. Решили делать так, как делают египтяне. Жить по египетским законам. То, естественно, пришли эти страдания. И уже когда мы возопили всем народом. Когда уже стало невозможно. Казалось бы, Всесильный решил тогда нас пожалеть. За наши страдания. Мы часто слышим, что Машир придет. И нам станет легче. И будет другой мир. Мы об этом слышим. Но в нашем Машире он придет по-любому. Будем мы себя вести так, как хочет Всесильный. Или будем себя вести, как он не хочет. Выберем зло, а не добро. Допустим. То он придет. Но только это два пути. Или мы соблюдаем Тору, ее заповеди. Так живем, как Всесильный нам повелел. И тогда Машире приходит. И мы не будем от этого страдать. Или мы не хотим так жить. Будем жить так, как кажется нашему сердцу. И нашим глазам. И тогда мы настрадаемся, намучаемся, возопим, что уже у нас не будет никакого выхода. И тогда он нас пожалеет и придет. И естественно, мы должны сделать выбор такой, как хочется Всесильный. Он говорит, выбери жизнь. 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 И смерть предложил вам сегодня. Он говорит, выбери жизнь. Жизнь это добро, смерть и это зло. Вот мы должны выбрать жизнь. Тору и ее заповеди. И тогда будет скоро избавление, придет Машеев и избавит нас всех страданий. И мы будем очень хорошо себя чувствовать в следующем мире. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Игорь Бен Лев, Берта Батысраэль, Павел Бен Эфлим, Самил Бен Герш. В памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Ахум, Владир Бен Григорий. За здоровье Светлана Батклара, Шимон Бен Исхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Перв, Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Бен Эстер, Двора Бат-Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат-Ита, Фера Бат-Ана, Геннадий Бен Елена. Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Ива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Симон Бен Мира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен Нина, Ира Бат-Вера, Леон Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Ханна Цепора Бат-Сара, Ида Бен Хая-Авива, Ефим Бен Сони, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен Ольга. Мазал Бараса, Сгула, Ирина Батури, Арон Рей Бен Нури. За хороший дух Арон Рей Бен Двора, Диз Бен Ахум, Олег Аль Бат-Сара, Ханна Бат-Абрагам, Рафаэль, Арье, Лей Бен Лариса. Бараса, Эбрюк, Ларир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем Браха, Бараса, Кавана, Мазал Ток, что мы это время не грешили, читали Тору. Всем всего самого наилучшего. Желаю всем крепчайшего здоровья. Скоро закончится эта война. До следующих встреч. Шалум.